Здравствуйте, мои дорогие друзья! Два с половиной года назад я записала видео под названием «Фрустрация генератора». Это было экспериментальное видео, тогда еще было только начало моего пути, выхода к людям. И я экспериментировала с манерой изложения, какие-то видео записывала в спокойном состоянии, какие-то видео в таком энергетическом подъеме, с словами-паразитами и с такой неформальной речью, какие-то наоборот более такие формальные. И как ни странно, то видео набрало с тех пор 10 тысяч просмотров, и в общем-то оно зашло. Мне очень стыдно на самом деле, потому что сейчас, когда я просматриваю это видео, то я понимаю, насколько та я совсем не я. И не только по причине той манеры изложения, которая в этом видео была, но также еще и по причине того, насколько сильно, наверное, я прыгнула в своем развитии, так чувствую я внутри. Поэтому глядя сейчас на ту себя, будто это была не я. Поэтому сегодня, собственно, я решила переписать это видео и записать все то же самое, что я говорила тогда, только уже с высоты сегодняшнего сознания, уровня, наверное, так можно назвать. За два с половиной года многое что изменилось. Изменился даже наш образ жизни. Теперь мы живем на острове Бали. Ирустрация генератора. Это тот толчок, который помогает нам осознать, что мы делаем жизнь не так, и куда нам стоит идти. И когда мы все-таки начинаем слышать и слушать, тогда наша жизнь кардинальным образом меняется и дает нам понимание, зачем, собственно, мы здесь и кто есть мы. Конечно, понимание того, что я есть душа, оно было всегда. Однако, какое оно истинное проживание, вот такое вот в доверии со Вселенной, оно было лишь только как будто я слепой котенок, который идет в этой жизни так просто аккуратненько, нащупывая, что истина, что истина, что работает, что не работает. Отклик генератора, по сути, это некий призыв к действию. Само действие с санскрюта переводится как карма. А вот результат, который мы получаем за это действие, либо это фрустрация, либо это некое вознаграждение, может быть, так сказать, от самой Вселенной, которая говорит, да, все хорошо, ты на правильном пути. Это ощущение удовлетворения в дизайне человека. Когда мы совершаем действия от ума, как правило, это приводит к фрустрации. И наше умонастроение, я бы даже сказала, это и есть то, что приводит нас к состоянию фрустрации. Потому как если мы живем в моменте, и если мы здесь и сейчас, и если мы сонастроены и живем в доверии с Богом, то фрустрации быть не может. А как я могу депрессировать на тему того, что у меня что-то в жизни не ладится, когда я реально понимаю, что это мой опыт души, это моя проработка, и я, наоборот, с благодарностью отношусь к Богу, к этому опыту. А, собственно, давайте повторим мой опыт. Я расскажу все то, что было ранее, и как я к этому ко всему пришла. Повторюсь в своем опыте, в своем рассказе с тем видео. В 2012 году, когда мы с супругом познакомились, у нас возникла идея заниматься каким-то бизнесом. Идея от ума. Как следствие возникло действие, потом возникла карма, потом возник результат в виде фрустрации. Фрустрация образовалась по той причине, что у нас все наши бизнесы разорились, и, собственно, мы оказались около разбитого корыта. И когда я сидела и горькими слезами плакала от того, что получила результат, ну, я была во фрустрации. Я помню, однажды я пришла к своему работодателю бывшему, который так удивленно меня посмотрел, зная нашу историю с супругом. И спросил, слушай, у тебя мама-целитель, у тебя род сцелителей, почему ты не продолжаешь эту деятельность? Мне кажется, что родовые бизнесы вот такие вот, они самые удачные. На что я категорически заявила, что не хочу этим заниматься, и так оно на самом деле и было. Как раз таки в предыдущем видео я рассказывала о том, что примерно вот с этого момента, когда разорились бизнесы, 2014 год, начала появляться такая информация, как и дизайн человека, и другие эзотерические науки начали прям вот внедряться в нашу жизнь, и все больше и больше нас охватывает. Но что у меня было такое? Оторжение-отторжение, полный блок и полное непринятие. Я говорила, нет, я самая умная, моим говорит, что мы сможем, должны строить бизнес. А все это, это, ну, для тех людей, которые слишком, наверное, не знаю, святые, что ли. Смотря на свою маму, мне кажется, что я такой святой человек, может до такой степени посвящать себя людям, как это делает она. Нет, я к этому не готова. Как только высшие силы услышали мое нет категорическое, они просто меня вот так вот взяли, как будто бы вынули из мира, из социума и определили в полной изоляции, в которой я находилась ровно год. И в этот год происходило много разных, опять же, событий таких, как меня тащить начало к какому-то такому, опять же, развитию духовному. И все, что приходило, оно приходило из... Я вам могу сказать, что это были голоса. Это были внутренние посылы очень сильные. Из-за дизайна это, наверное, объяснит как слово «отклик». Однако под комментарием к старому видео был такой вопрос. Светлана, а если отклик – это то, что приходит извне, то разве ваши голоса – это не ваше внутреннее? Честно, ребята, я не знаю, ли это на этот вопрос. Да, дизайн говорит о том, что действительно отклик – это то, что приходит извне. Не только, кстати, от людей, но также, в том числе, и от самой Вселенной. Однако, когда я говорю о голосах, о неких таких вот посылах внутренних, возможно, это тоже какие-то внешние источники, которые в этот момент подключаются к человеку. Я имею в виду, например, это может быть кураторы, которые нас курируют, или ангелы-хранители, или это какие-то иные высшие силы. И тоже некое извне. Суть в том, что нас начинают тащить туда, в те опыты, которые ранее нам были непривычны, то, что раньше мы не делали. Так произошло то, что я стала писать книгу, стала делать кундалини, стала заниматься чакральными практиками, очищением чакр. Тогда же начали происходить интересные события, что к концу вот этого года в изоляции нахождения стали появляться люди, которые нас выводили к каким-то иным учителям, стали появляться эти учителя, так я стала мастером рейки Эгдроссель. И вот в конце этого года, когда все-таки я еще сопротивлялась, меня накрыло очень сильное состояние нездоровья. Это, собственно, лихорадка, которую я перенесла. Я не знаю, что это было, потому как не обращалась к врачам. Тогда моя температура достигла с 41 градусов, и после чего у меня отказали практически все органы, пищеварительные системы точно, потому что все, что входило, все выходило ровно в том виде, в котором и входило. Но однако вот у меня было с одной стороны очень сильное доверие к Богу, что если так должно быть, что я умру, значит так должно быть. А с другой стороны, у меня все-таки было непринятие того опыта, который со мной был. И вот в этот момент лихорадки, опять же, возникли какие-то шизофренические вот такие вот беседы с кем-то я не знаю, кто мне сказал о том, что если ты не пойдешь туда, куда мы тебя ведем, собственно, дальше твоя миссия закончилась здесь, на планете Земля, поэтому решать, собственно, тебе. Ну, подумав немножко, я решила все-таки вернуться. Я думаю, что когда вы находитесь в очень жестких вот таких вот рамках, то, собственно, знаете, выбора вам не оставляют. То есть либо пан, либо пропан, да? Когда мы говорим о фрустрации генератора, то вы должны понимать, что если вы думаете, задавая мне такой вопрос, что я должен сети ничего не делать, и в старом видео тоже я об этом говорила, что, во-первых, у вас не получится сети ничего не делать, потому что вас все равно будет вести по тому пути, по которому вам нужно пройти. И при этом либо это будет голос совести, либо это будет рупор страданий. В моем случае это был рупор страданий, хотя где-то был голос совести. Просто голос совести – это конструктивная энергия, а рупор страданий – это деструктивная энергия. И деструктивная энергия, как правило, отличается от конструктивной тем, что она более быстрая в своем воздействии. Это как взрыв, я вам часто объясняю, здания. Раз бомба, деструктивщик, и здания нет, нежели конструктивно его по кирпичику разбирать. И вот в моем случае как раз-таки был бы такой вот взрыв, и в этой лихорадке мне ничего не оставалось, как только принять решение, что да-да, все хорошо. Только верните меня на землю так, чтобы вот это вот состояние лихорадки, которое я на тот момент испытывала, оно ушло. Потому что то, что я испытала тогда, то боль, адскую боль в теле, я не знаю, как это вам даже описать, это лишь только можно пережить, что такое лихорадка, когда тело колотится до такой степени, что ты просишь просто мужа тебя вырубить, пожалуйста, ударь меня, чтобы я отрубилась. А когда ты в этом состоянии не можешь отрубиться, уснуть, и твой разум очень чист, то это все усиливается во многократном вот такой вот размере. Ну, собственно, мой выбор был очевиден, как понимается. Это и была фрустрация генератора. Фрустрация – это не только состояние психологическое. Фрустрация, она также проявляется и в вашем рупоре страдания. Когда вы получаете... Ну, дизайн человека это называет словом другим – сопротивление. Что есть сопротивление, которое вы получаете, от чего вы фрустрируете, как следствие. Ну, вроде как это и так понятно. Поэтому, когда в вашей жизни происходит какая-то вот такая вот событийность, вам необходимо понимать, что, вероятно, все-таки вы позволяете своему уму рулить вашей жизнью. Ну, а далее, когда я уже продолжаю свой рассказ, сдалась, то, собственно, лихорадка прошла. Причем прошла она за час. Буквально вот так, как только я от души приняла решение, что все, готово. А далее начали, опять же, интересно так складываться события, что прошла такая наука, как дизайн человека. Это, как раз, был конец, начало 16-го года, конец 15-го. И знания о дизайне человека, они прям так плотно за меня взялись, сами, я бы сказала. Причем я не хотела этим заниматься, потому что еще в 2014-м, наверное, 13-м, может быть, годах и я познакомилась с девушкой, об этом я тоже рассказывала в одном из своих видео, которая, узнав, что я манифестирующий генератор, обозвала, собственно, меня просто матершиным словом и сказала, что это чудо, что ты вообще замужем, потому что вы еще те манипуляторши. И, в общем, неприятно это было слышать. Поэтому для меня дизайн человека – это было что-то очень такое запретное и то, что меня характеризует как очень какую-то, ну, в общем, такую манипулятивную, нехорошую особу. Правда, о себе никогда слушать неприятно, да, поэтому это был полный крест, и плюс ко всему какие-то были негативные, опять же, отзывы в мой адрес от моих, так скажем, коллег. Я не хотела этим заниматься, честно. Если вы сейчас слушаете это видео, мои коллеги, поверьте, если бы можно было избавиться от дизайна человека, я уже почти избавилась, я даже свою методику уже создала, путь к себе, лишь бы вот меня не ассоциировали с дизайном человека. Но мне все равно ассоциировать с дизайном человека. Я не знаю. Знаете, вот говорят же, есть такое выражение, когда дело выбрало вас само. Вот в моем случае так и получилось. Меня дизайна человека, он сам выбрал, он меня преследует по сей день. Поэтому я, с одной стороны, очень благодарна за то, что именно это знание дало какой-то ход, наверное, моему развитию, я имею в виду в плане профессионального развития, моего пути профессионального. А с другой стороны, это не совсем лишь только то, с чем бы я хотела, чтобы меня ассоциировали. Но да ладно, сегодня не об этом, сегодня фрустрация генератора. Если вы будете сидеть и ничего не делать, то естественным образом вас накроет фрустрация. Это когда вы словите такое состояние, либо психологическое, либо физиологическое, которое, собственно, будет все делать для того, чтобы вас сдвинуть с той мертвой точки, с которой вы должны сдвинуться согласно ходу ваших событий. Есть очень твердолобые люди. Это люди, которые никак не хотят сдвигаться. И тогда их ход этой жизни закрывается, и, собственно, тело бренное покидается, душа уходит в следующее перевоплощение, и в следующей инкарнации происходит повтор того урока, который не был пройден в предыдущей жизни. Вы знаете, ребят, я не могу сказать, что... Я не буду, точнее, даже врать вам, что моя жизнь такая вот идеальная, что сейчас у меня нет фрустрации. Они есть. И, как правило, они меня накрывают тогда, когда я включаю свой ум по поводу той или иной ситуации. Вот с того видео прошло два с половиной года, и моя жизнь, она кардинально изменилась. Ну, моя, говоря «моя», я имею в виду нашу семью. Изменилась, и мы оказались здесь, на Бали, и все то развитие, и все тот опыт, который происходит, это, конечно, по такой степени меня вводит в шок. Когда я анализирую это своим умом, у меня, ну, никак не укладывается, как это вообще возможно. Ну, как-то так. То старое видео, оно, конечно, очень эмоционально. Я рассказываю, как меня выкручивало, как я изнутри просто сопротивлялась всему тому, что происходит в моей жизни. Это видео, конечно, не такое эмоциональное, более сухое. Однако, я могу вам сказать то же самое. И когда порой накрывает вот этот переезд сюда, я до такой степени не хотела. И все, что я испытывала, я просто... Я ловила свои фрустрации. Фрустрации было очень много. Ну, прям до такой степени, я не знаю даже. Вот их описывать вам, это будет просто видео, которое будет стоять лишь только из одних примеров. Вообще, до такой степени идет внутреннее сжатие, когда ты не принимаешь то, что с тобой должно естественным образом произойти. Вот это, чего ты уже дорос. Это подобно тому, как представьте, когда вот ребенку уже пора ходить, а он не хочет ходить. И вы смотрите на таких малышей, ему 5 лет, он споришься в коляске, да, вот ездит. И у вас такое непонимание, что он еще на коляске, почему, да. И, собственно, родители тоже нервничают, так же вот Бог. И в итоге вот что-нибудь случается, когда естественным образом, да, то есть коляска ломается. И человек вынужден встать и пойти, да, вот ребенок. Поэтому вот то, что происходит в жизни человека, это вот можно сравнить вот что-то вот с этим. А там дальше каждого свое, у каждого индивидуально уже все это происходит. Еще хочется немножко дополнить вот видео, которое было предыдущее, где я рассказывала о том, что инфицирование ничего не делания происходит, когда человек вроде как не хочет делать то, к чему его ведет. Однако, бывают такие ситуации, когда человек находится в комфорте для себя, потому что так привычно, удобно, и так не нужно трудиться над собой. И когда эта зона комфорта происходит, ему не хочется ничего доинициировать, даже когда есть реальный отклик к тому, чтобы это делать. Так вот, эта вот зона комфорта – это психологические якори, которые образовались еще с детства. Либо в связи с воспитанием, либо в связи с обуславливанием от социума, учителей, ну, в общем-то, мира, каких-то исторических, географических, опять же, ну, понятно, там, ситуаций. Так вот, чтобы не инициировать ничего не делания, вам необходимо научиться это отслеживать, будучи в моменте. И когда вы это отследили, что является якорем, вам необходимо пойти туда, в этот якорь, уйти глубже, 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 поняв первопричину. И эту первопричину – начать прорабатывать. Когда вы ее проработаете, вы сможете пойти туда, куда, собственно, вас ведет ваш отклик. В противном случае проживать корректно свой дизайн невозможно. Это я вам сейчас уже заявляю с позицией уже опыта, а я уже сделала более, наверное, уже, наверное, трехсот прочтений. И это отзывы людей, с которыми я работала, и это их путь, а также это свой собственный опыт. Поэтому мы сначала прорабатываем, тоже сначала, мы делаем это параллельно. Мы, да, мы узнаем информацию о себе, о своем типе, о том, какие у меня, опять же, да, особенности моего бодиграфа, но далее мы ищем то, что нам мешает из этой зоны комфорта и уже идти. И, собственно, заканчивая мою историю, когда я сдалась и начала принимать все, что со мной происходит, было очень страшно, потому что все это обозначало закрыть все, что было ранее и начать жизнь с чистого листа. и закрытие всего это привело к тому, что после этой лихорадки как раз-таки у нас забрали наше имущество, которое было, это новая машина, это все производство, ну, все производственные закупки, которые были, линии и так далее. В общем, ну, все. Нам пришлось распродать просто за копейки для того, чтобы частично рассчитаться с банками, однако долги остались, мы оказались невыездными, нам закрыли выход за границу, у нас абсолютно все были аннулированы банковские карты, мы не имели права на себя иметь больше ничего. И до сих пор есть еще коллекторы, которые ходят к нашим родителям для того, чтобы там, я не знаю, что-то еще из нас отжать, хотя отжимать уже, собственно, больше нечего. И, несмотря на весь этот опыт, в который мы погрузились, погрузились сознательно, да, я понимала, что нас просто к этому ведет, и нужно сдаться. А, собственно, вы знаете, опять же, и не было другого выхода, а что мы можем еще сделать? Потому что все, что мы не пытались сделать, мы пытались создавать другие проекты, которые выстрелят, как нам казалось, это принесет нам очень много денег, миллионов, и эти миллионы сейчас покроют все эти долги, которые мы тогда образовали, благодаря, опять же, своему уму. Но, как сказал Альберт Эйнштейн, насколько я могу ошибаться сейчас в правильности высказанной цитаты, что мы не можем решить проблему, которая решена умом нашим, этим же умом, этим же сознанием. То есть, нам сначала нужно изменить свое сознание, для того, чтобы по-другому посмотреть на ситуацию. И, собственно, нам пришлось по-другому на ситуацию смотреть. И поразительный факт оказался, что события складывались таким образом, что когда мы формировали правильное намерение, то намерение, которым у нас вел отклик, например, это намерение приехать сюда в том числе, и тогда появлялась и нужная сумма, причем сумма приходила ровно в том, опять же, количестве, которое необходимо, например, на покупку билета, или, например, на визу. все было очень четко, и до такой степени не сходилось, что как-то вот попытаться это поставить под сомнение, не поверив, а может быть, это совпадение просто было невозможно. Ну и, конечно же, самый поразительный факт заключался в том, я даже снимала влог на своем YouTube-канале, это эксперимент на 100 тысяч рублей, когда мы просто купили билет в один конец, и мы понимали, что мы не выездные. и, собственно, выехать мы не должны были, а при этом каким-то, опять же, чудесным образом мы оказались здесь, и это те факты, анализируя которые, я понимаю, что нельзя этого достичь, находясь не в доверии ко Вселенной. Но вот такой вот опыт, и ко всему этому опыту привела нас совместная работа наших внутренних авторитетов, то есть сакралов, это отклики наши, вместе с фрестрацией, то есть теми сопротивлениями, которые мы, да, с которыми мы сталкивались в нашей жизни. Вот такая вот совместная работа привела нас вот к такому результату. И сейчас уже есть целая такая вот методика, что я делала в тот год стагнации, который у меня происходил, как, собственно, я училась слышать себя, слушать, что я проходила, какие делала чистки энергетические, чакральные, физические, те знания, которые ко мне приходили, те откровения, те разговоры с высшими силами, которые были, они все воедино вот так вот упаковались в такой вот целый авторский курс. Но на самом деле я учусь до сих пор. И могу вам сказать, что это видео не последнее, возможно, еще через два с половиной года я запишу новое видео, скажу, что мне было стыдно за то видео, которое я снимала тогда, сидя на лавочке на Бали, потому что сейчас совсем другой человек. Конечно же, возможно, так будет, потому что наши пути, они постоянно находятся в развитии, мы не стоим на месте, мы души, я имею в виду. Поэтому, что будет через два года, куда нас заведет эта жизнь, эта судьба, наши отклики, мы не знаем. И все, что мы можем с вами сделать, это просто жить в доверии к самой вселенной. Закончить эту визию, мне бы хотелось словами благодарности. благодарности к самому Богу, во-первых, к тому, что благодаря тем фрустрациям, которые у меня были в жизни, и тем ощущениям, и тому рупору страданий, я осознаю, где я некорректна в своем пути. Я благодарю за это самого Бога и вселенной. Также мне бы хотелось поблагодарить вас. Я не знаю, каким чудесным образом, но вот в том старом видео там поставлено что-то там 156 лайков. Как? Как это возможно, я не знаю. Эти 156 человек, я вас благодарю. Спасибо вам за то, что вы, несмотря на такие видео, все равно доверяете, слушаете, принимаете. Я благодарю вас. А также благодарю своего супруга. за ту колоссальнейшую поддержку, за ту колоссальнейшее доверие, когда жена говорит, ты знаешь, у меня отклик. И муж просто в шоке. Что? У тебя отклик вот к этому? И вот к этому? Как мы это сделаем? Как это возможно? А я говорю, просто доверься. Я верю, что если это истинный отклик изнутри, то возможности найдутся. Бог, он, возможностей их много. Нужно просто довериться. И муж доверял. И доверяет по сей день. И то, что мы сейчас здесь, и то, что мы здесь живем, и, может быть, не совсем даже хочется мужу этого, но он верит. И я очень благодарна за эту веру, за эту истинную любовь. А также за то, что, собственно, он все это для вас делает. И смонтируется видео, и выложит его на YouTube-канал, и за то, его незримую работу, которую он совершает. Я благодарю всех вас, благодарю его, благодарю Бога. И заканчиваю это видео немножко в ином формате, но, надеюсь, не менее полезным для вас.